Определенным образом, по-моему, ну, я так думаю, сгущал ее, да, сгущал, и делал уколы. Первый укол, значит, он коньяки как запердолил, этот коньяк старый там, разломал изгородь. Стоило. Да, стоило, повелся, значит, к молодой кобылице, чтобы вот так инстинкт повысился. И он стал лечить партийную элиту того времени, это 30-е годы, 30-е, 40-е, ну, еще до военной, до военной, да. Почему? В интернете я нахожу такую интересную вещь. Оказывается, именно он, Замков, излечил Горького Максима Гиркина от того, что он болел. И Горький стал распространять вот эти вот ампулки с этим делом среди партийной элиты. Значит, получался мощный, первоначально стимулирующий эффект, но через какое-то время было привыкание, и к этому методу, значит, охладила партийная элита. А в своем, значит, романе «Собачье сердце» Булаков... Олег, извини, сейчас я занят, потом я тогда тебе перезвоню, ладно? Давай, Финкер, придем. Да, все. Ну вот, он вывел этого врача Преображенского, который, этот Филиппов к нему пришел, он ему укончик сделал, и он еще спрашивает, вот этот вот интересный эпизодик поснять. Ну как? У Филиппов он... О, доктор, замечательно. То есть, замечательно у стареющего организма, чтобы вот эта потенция, значит, святая. То есть, что тут еще получается, почему этот метод все-таки не заработал так, как надо в исполнении Замкова? Это связано с тем, что люди, люди, вместо того, чтобы направить вот это как-то омоложение туда-сюда, куда-то это, они его опять направили на разград. Поэтому все. Первоначально, дальше я же когда исследовал, в основном в Сауринотепе, оказывается, есть древний текст Дамартанты, когда йоги занимались этим делом, и они именно загущали ее. И откуда я это взял, и потом я сам, когда прочитал, что можно ее нагрузить путем выпаривания, я сделал и почувствовал, вот, как она работает. Так вот, там сказано, что там очень интересно сказано. Значит, дело в том, что жидкости, жидкости вообще, вот, взять воды там, да, их существует там огромное количество. То молекулы вот так, как-то свернут, то молекулы вот так, то есть там насчитывают 40 с чем-то там изомеров, насколько я там подчеркнул в своей книге, да. И каждый изомер, изомер, вот, теперь, как я только раз, переворачиваю. Есть углерод, элемент, да. Углерод это может быть уголь, это может быть там еще что-то, это может быть алмаз. И все это тоже углерод, понимаешь? Да, то есть вот с позиции ценности, это углерод. Но он, в алмазе он вот такой, а в этом вот такой. Так, что это йоги задумывались? Что они задумывались? Они задумывались, они усекли, что вода бывает разная. И эту воду, воду, откуда ее взять? Да лучше всего вода, которая проходит через наш организм, она облачена всеми нашими энергиями, составляющими. Знаешь, как сепаратор ее там переделал. Но ее можно еще дальше сделать. Вот. Значит, ее можно сгустить. То есть, ну, как, знаешь, вот как руду, чтобы золото там рам добыть, там тонну выкопали, там что-то там сделали, отцепаратировали и руду. Значит, вот это, чтобы получить энергию, значит, они пришли к городу, что ее надо упарить до 1,4 первоначального объема. Вот. И если, значит, там остается вот эта энергия. Если больше, я пробовал больше, она превращается в мыло. Если еще больше, она сгорает такая огонь, что тут нафиг. Не вели, а то никакие тараканы не может жить, и так далее. То есть, вот такая. Но, чем еще, и, а как ее использовать? И, значит, они ее сгущали, значит, брали, ну, грубо говоря, там, берут литр и сгущали на солнце, выпадывали. При этом, при этом, чтобы она получалась нормального качества, там, чтобы было меньше, там, вот этих белков, которые как раз разлагаются, да, вот этот вот аммиачный запах, больше, значит, растительной пищи. Я перешел тоже на это, на растительную пищу. Сначала она там пахла вот так, вот так вот, а потом при упаривании она стала пахнуть, как гороховый супчик. Разницы никакой нету, как гороховый супчик. И более того, появлялся интересный запах, и я понял, что вот почему используют вот эти благогония, там, сандал, ладан и так далее. Потому что по энергетике запаха, сущность наша вот такая. И у лина стала пахнуть так. Далее интересная вещь. Они через рот не употребляют. А только в виде массажа через кожу. Почему? Через, через, не через рот. Потому что желудок, это такой орган полый, который, его задача, все нафиг расщепить. Все, что туда попало, вот там это. Мы даже не знаем еще, мы думаем, что там пищеварительные соки работает или еще. Нет, это объем, в котором там идут какие-то расщепляющие процессоры, особые там, ну и еще будут открывать далее. Она все, поэтому если мы урину эту забросили такую, он ее расщепит. А нам надо, чтобы это целое осталось. И оказывается, через кожу все это всасывается. Не надо, как замков делать там, укол там, это там пошло. Достаточно сделать компресс, и они как раз, интересно, делали, где-то 6, а то 12 массажей, через 2 часа. И при этом они так говорят. Через 2 месяца у тебя будут такие-то свойства, через 2 месяца ты будешь такими-то свойствами делать, через 2 месяца, через еще там сколько-то у тебя появятся такие совершенства, потом ты вообще хрен там тебе. Значит, вот хороший вопрос, я к нему как раз так делал. Тут важно понимать, что та энергия жизненная, которая образуется в нашем организме, она естественная, значит, она не знаешь, как родничок, который сюда бьет, и он все наши ткани облучает, все-все-все-все-все, и только через мочу уходит. Оказывается, почки, почки, это помимо органов, которые фильтруют круг, удерживают различные там соли и прочие нужные вещества, основная задача удерживать эту жизненную энергию. Вот вытекание, почки слабые, все вытекает. Почему даже существуют такие методы, когда ты там, допустим, вдох, сделал раз, и ты оп, завязываешь, чтобы это не рассеялось. Одно дело ты взял, а другое дело, оно все это рассеялось. То есть у нас определенное количество, оно, знаешь, 100% надо, если тебе надо, тысячу процентов, ты должен ее использовать. А если ты их взял, просто, а я взял, она рассеется. Поэтому еще надо завязать, чтобы это сохранить. Душа вот это, такая интересная вещь, так вот, насчет почек. И далее, а почему же, масса, что происходит? Вот эта вот жидкость с определенной измененной структурой, она начинает потихонечку менять нашу жидкость. И как, о, смотри, у нас было угольное тело, мы потихонечку его меняем на бриллиантик. И начинаем что? Светиться. Энергетика наша другая, другая, другая. И они умудряются за счет этого изменить все. И становятся бессмертными, еще там что-то, еще там что-то. Вот все такое. То есть суть заключается в том, что вот мы с тобой сидим, у нас жидко-кристаллическая часть, это одна. А так как она одна, она дает соответствующую нынюю. Но если мы ее сознательно отберем с помощью, оказывается, древние уже узнали, метод оринотерапии, значит, упали, значит, втирая, то мы ее меняем, и за счет этого наши ткани, вот еще, ну, опять-таки, вот, если, скажем, уголь, да, его раз поколябал, он рассыпался, хрен ты там, алмаз поколябываешь, он рассыпался, он тебя поколебает, понимаешь? У нас, у нас, вот, в первую очередь, не расходуется, не утекает наша жизненная энергия, то есть, вот, смотри, ну, говорю, мы, как завод, знаешь, который работаем на это, ну, на продукцию вот эту, съели, значит, суриной жизненной энергетикой, а тут мы и назад, а тут мы и назад, то есть у нас экономится жизненная энергия, вот это, да, и плюс идет переструктуризация вот этой ткани. И это все эти юи и вдома тантре написали. И там Шима как раз объясняет своей жене порвать, это вы все можете, знаете, можете посмотреть, на меня там лысого и сказать, он такой-сакой, найти на интернете и почитать. Либо мои книги, которые я там все это выделил, описал и растолковал. Это не штанту книгу. Уринотерапия древней методы. Нет, 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 нет. Вот видишь, вот там я вот подробно изложил. То есть, меня не интересовало там вот пить, там не пить или еще что, а вот этот интересный эффект использовали юги. То есть юги оказались, понимаешь, в этом деле вообще более продвинутые. А все остальные уже, знаешь, все хуже, хуже, хуже. Они использовали урину, там помазы, там выпить, там еще что-нибудь и так далее. И получается, говорю, вот такие интересные феномены. И они как-то работали, так они и сейчас работают. То есть, в качестве компрессов она актуальна. Компресса, да, великолепно. И как только измените питание, она начнет у вас пахнуть вот ладаном. Я просто был поражен, когда вот это вот сделал. Где-то там, допустим, я стал питаться более... Продолжение следует... Продолжение следует...